О возможностях будущего трудоустройства и перспективе занятости в сфере общественной деятельности молодежь Ульяновской области может узнать, не выходя из стен родной Альма-Матер. Представитель регионального кадрового центра совместно с Агентством по развитию человеческого потенциала и управлением по делам молодежи городской администрации выезжает в учебное заведение и общается со студентами. Проект получил название «Ты в теме». Такие встречи для ребят – шанс заявить о себе, получить лайфхаки и узнать тонкости будущей профессии. Наша встреча происходит по заявкам самих учебных заведений. В ходе подготовки к проекту мы сознательно ушли от некого такого планирования, от такой обязаловки, что мы условно говоря три раза в месяц будем встречаться. То есть такого нет. Одной из стартовых площадок проекта выступил колледж «Сокол» при Улгу. В актовом зале собрались студенты всех курсов. Одной из тем для обсуждения стал закон о молодых специалистах, который вступит в силу с 1 января 2021 года. По нему новым кадрам, устроившимся на работу в бюджетную сферу, положены меры поддержки. Это и компенсация расходов по найму жилья на первые полгода, это и проезд к месту ежегодного отпуска и обратно. Также среди молодых специалистов будет проводиться конкурс. Поведители получат гранты на стажировку в России или за рубежом. Такой проект – это уникальная возможность найти работу, чтобы узнать о том, где можно трудоустроиться, какие качества важны для трудоустройства, как понять, что эта работа именно твоя. Помимо сухой информации студентов знакомят с реальными историями успеха, когда молодые амбициозные быстро идут по карьерной лестнице вверх. И эту роль на себя берут приглашенные эксперты проекта. Первая составляющая – это активность. Большинство молодежи есть, но кто-то может стесняться, еще какие-то заморочки быть, проявить себя, заполнить анкету на вакансию, которая есть, и дальше уже в общении проявить себя в том числе. Слово дают не только основным спикерам. В диалоге активно принимают участие сами студенты. Если некоторым выступать публично мешает стеснение, то через специальный сайт «Комментарий или вопрос» можно оставить анонимно. Рината Леулова, Артем Куранов, Новости Уллправды ТВ.